МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый мощный питьевой источник в России и второй в мире родник Красный Ключ. Гордость Башкирии. В этом лазурном озере на глубине 40 метров из недор земли вырываются два мощнейших водных потока. Туманно-белесый оттенок вода имеет из-за того, что здесь растворено большое количество извести. Воду из этого источника относят к питьевым водам высшего класса качества. Она на столе у каждого башкира. Разливают ее прямо здесь, на заводе, у которого шесть собственных скважин. И продается она, естественно, под брендом Красный Ключ. Вода чистейшая, прям вот прозрачная. Перед разливом в бутылке воду здесь никак дополнительно не обрабатывают. А значит, пить ее можно прямо из-за родника. А-а-а! Я не понимаю, как в ней купаются люди. Вы что с ума зажли? Ладно, водолазы, они в гидрокостюмах опускаются на дно, измеряют глубину. Но... Товарищи Моржи, большой привет вам, уважение и респект. У меня ноги, пятки свело, вы понимаете? Я говорить сейчас даже не могу ничего. Нет, слушайте, ну нет, правда. Реально свело ноги. Я вышел, и они горят. А-а-а! У меня есть специальный прибор. Опускаем его в воду и ждем показателя. Пожалуйста. 145. Но это очень хороший показатель, скажу я вам. Потому что, ну вот, допустим, чистейшая дистиллированная имеет цифру 50. Но ее пить невозможно. А здесь вот микроэлементы, гидрокарбонат. В общем, одно здоровье. Ммм. А-а-а! Класс! Последний раз я так делал реально в Новой Зеландии. Кто бы мог подумать, что в башкирии это тоже возможно. Вот реально вкусная, мягкая, отличная вода. Ваше здоровье. Поддать зожа можно в местной купели. Что мы вот как в детском саду, да? В купельке сейчас будем плавать. Нет, пойдемте-ка прям сразу в озеро-то, а? Окунемся. Ну что, совершаем подвиг. Идем купаться. Сейчас я... Сейчас я... Ай! Ай! Слушайте... Чего у нас все время ведущий идет куда-то купаться, купаться? Вон, Сань, давай, хватит. Иди, иди, давай. Ну, пошел в воду. Ну, плюс четыре. Е-е-е! Е-е! Молодец! У меня самые крутые операторы. Да, только ножками-ножками свело ножки или чего? Все нормально? Жив? Жив? И здоров. Ну, ты герой. Прям здоровье сразу чувствуется. А вот говорят, что заходишь в воду и сразу как будто за новорожденным. То есть ты, считай, обнулился. Дай подержаться за тебя. Вот так вот, ладно? Все. И мне до этого обнуления достаточно. Я лучше поеду к другой водичке. Целебной, но не такой бодрящей. В самом центре Башкортостана, в тени вековых деревьев, омываемая целебными водами, спряталась истинная жемчужина республики. Между прочим, ни много ни мало, а официально лучшая здравница России, способная излечить и тело, и душу. Санаторий Красно-Усольск. Этой здравнице уже 95 лет. Началось все с лечебных минеральных источников и пары деревянных домиков. А разрослось до комфортабельного бальнеологического курорта. Ну, не нефть, конечно, но тоже ничего очень полезного. Сероводородный запах тухлых яичек, конечно, есть, но терпимо. Какая из ваших ввод самая полезная? Они обе довольно уникальные. Одна предназначена для лечения желудка с пониженной кислотностью, другая, 12-й источник, предназначена для лечения желудка кишечника и почек, ну, и желудок с повышенной кислотностью. О, пошло, пошло, пошло. Вот видите, это не просто ручка, а здесь вот носик специально для того, чтобы пить воду маленькими глоточками. Так она лучше усваивается, да? Конечно. Слушайте, ну, она с еле уловимым каким-то привкусом. Но вкусная вода. Оп. И оп. Угу. Ну-ка. Как будто бы сюда 3 ложки соли насыпали. Как будто я подошел и выпил сейчас море. А если я нырну головой, младенец потом выпрыгнет обратно? Действительно, мы получаем омолаживающий эффект кожи, так как усиливается регенерация ткани. Но с головой не стоит, потому что вы должны погружаться не ниже уровня сердца. Спасибо, что предупредили. Погружаюсь. Если и падать в грязь лицом, то только в лечебную. Это, разумеется, не единственный санаторий на территории Башкирии. Здравницы разбросаны по всему региону. А бонусом к лечению – живописные виды и чистый горный воздух. Отдыхать в Башкирии можно по-разному. В юртах, в шале, на воде, в турбазах и палатках, в гостевых домах и комфортабельных гостиницах. И в любое время года. В регионе есть несколько популярных горнолыжных курортов. С подъемниками, трассами разной степени сложности и европейским уровнем сервиса.